Сегодня, 25 марта, порядка 70 тысяч человек в России отмечают свой профессиональный праздник. Один из самых молодых в нашей стране. Он появился в 2007 году и очень кстати. Ведь работники культуры, а сейчас речь именно о них. Когда все мы отдыхаем, выходят на сцену, устраивают для нас спектакли, концерты, выставки, порой на голом энтузиазме, но с неизменной улыбкой и блеском в глазах, свойственным только им, культработникам. Как в непростых условиях рынка живут региональные учреждения культуры, узнаем о нашей гости Татьяны Рыбкиной, министра культуры и туризма Тульской области. Татьяна Вячеславовна, здравствуйте. Здравствуйте, Ангелина. И хочу вас сразу с праздником поздравить. Спасибо. А я в свою очередь хочу сказать, что сегодня в Туле открылся межрегиональный этап всероссийского фестиваля «Салют Победы», посвященного 70-летию великой даты, которую вся наша страна отмечает, я думаю, что весь этот год. Так что сегодня в Туле тоже большой праздник и праздник музыкальный. Сколько же регионов к вам приехали в гости? 18. Центральный федеральный округ, более 300 человек. Прошли репетиции, много коллективов мы просто впервые увидели. Так что праздник будет, праздник народного творчества, праздник будет очень яркий, интересный. Он у вас продлится несколько дней. Три дня. Он продлится три дня. Ну а по поводу вашей реплики о том, что работники культуры должны и делают это на голом энтузиазме, наверное, я бы сказала, преувеличено. И что касается нашего региона, то я бы, наверное, отметила, что все-таки если региональная власть видит в культуре большой гуманитарный ресурс, потому что, ну не нами сказано, хлеба и зрелищ. Конечно, в трудные времена бывают по-разному, но тем не менее культура нуждается и должна обеспечиваться какой-то своей материальной базой. И вот мы говорим о том, что три года назад просто у нас началась какая-то некоторая новая культурная политика. И с точки зрения Министерства культуры Российской Федерации, поскольку никогда ранее Министерство культуры так не было повернуто на регионы. Но, во-первых, пошли гранты в регионы. В год культуры были разыграны несколько грантов, которые дали возможность как-то обновить учреждения культуры, реставрировать какие-то здания в малых исторических городах. Одни регионы приобрели библиомобили, другие автоклубы, третьи музыкальные инструменты, оборудование. Были направлены деньги на реставрацию по линии сохранения объектов культурного наследия. То есть вот три года назад мы почувствовали, что в России все-таки существуют не только две столицы, но и регионы. И вот здесь поднялись регионы. Вот это было то вдохновение, но оно же все-таки было подпитано тем вниманием, которое все-таки основывалось на какой-то материальной поддержке. Но это сложилось еще и совпало с тем, что у нас тоже обновилась власть, у нас пришел новый губернатор, который, в принципе, если говорить о деньгах, то посмотрите, какая динамика. 2011 год это 6,9 миллионов, 2012 год 100 миллионов, 2013 год 200 миллионов и 2014 год 400 миллионов. И поэтому мы понимаем, что мы в Туле для себя сделали очень большой задел. То есть наш новый губернатор, например, начал с того, что он сразу реставрировал Кремль. Все силы были брошены туда. Но, если говорить о моральной стороне вопроса, то все-таки, мне кажется, очень важно вот это вдохновение народа, наверное. Вот Кремль для нас явился, особенно восстановление колокольни в центре Кремля Тульского, явилось некой такой темой, символом, потому что это сооружение было восстановлено на народные средства. В 1937 году она была сожжена, и теперь она была восстановлена. Вот сейчас мы ее уже, как бы сказать, используем, сейчас завершается роспись храма в честь нашего, мы считаем, тульского князя Дмитрия Донского. Вот, если бы вы видели, сколько народу, сколько слез, радости было на освещении, на звучании первых колоколов. То есть вот каждый, кто сдал средства, начиная от бабушки из Богородицкого района, которая принесла 10 рублей, одной из первых, до какого-то состоятельного человека, они чувствуют свое участие. Татьяна Вячеславовна, это все хорошо, когда деньги выделяются на реконструкцию, на ремонты, на приобретение каких-то музыкальных инструментов, техническое обеспечение. Но зарплата культработников, она всегда была одной из самых маленьких. В 2018 году она должна сравняться со средней по региону. Да. Но сейчас пока во многих регионах она еще отстает. Ну, я хочу сказать, у нас есть понимание, что культура у нас живет не только в центре региона, в столице, как мы ее сейчас называем, региона, в городе Тули, но и в наших славных малых городах, особенно малых исторических городах. Поэтому у нас, например, действует ряд программ, которые позволяют, ну, если мы начнем с зарплаты, да, поддержать работников культуры. То есть, например, в нашем регионе действуют законы Тульской области, по которым работники музеев, библиотек, театральных учреждений получают надбавку 50% к окладу. Плюс еще некие преференции дополнительных 10 дней, лечебные пособия и так далее. Более того, в 2012 году мы для себя поставили задачу определенную надбавку выделить, и нашли для этого средства в бюджете и для работников клубных учреждений. Пока это не 50%, это 25%, но и работники клубных учреждений получают субсидию из регионального бюджета. У нас есть ряд, например, программ, которые ориентированы на поддержку лучших театральных артистов или, например, на поддержку молодых дарований. Я бы отметила особенно, например, грант для Тулы как для такого региона ремесленного, это существенно, особенно для наших мастеров, это и их личная поддержка. Это грант ежегодно выделяется 5 миллионов рублей для поддержки того или иного направления промысла. Ну, кто-то, например, создал себе такую керамическую мастерскую, вложив какие-то средства, взяв средства. Может быть, сотрудником учреждения культуры в вашем отделе? Нет, это индивидуальный предприниматель, который развивает, например, тульскую керамику. Или это, например, мастер феремоновской игрушки, который выиграл грант и приобрел себе печь муфельную. Она ему необходима для изготовления качественной феремоновской игрушки. Он предприниматель, он таким образом, как бы сказать, развивает промысел и улучшает свое, так сказать, жизненное состояние. И понимает уровень культуры в регионе тоже. Есть еще грант, который разыгрывается на поддержание, например, парков, муниципальных парков. Это не тульские парки. Это, вы знаете, какой теплотой люди, получая деньги, они добавляют свои средства, они вносят свою копейку. Это, получается, тематические парки Бунина в Ефремове или Салтыкова-Щедрина в Плавске. И вот эти формирующиеся новые совершенно общественные пространства, где показываются фильмы, как в старину, где организуются какие-то танцевальные вечера, поддуховые оркестры, пускай и самодеятельные. Ведь это очень важно. Вот в регионе есть очень интересная, кстати говоря, программа. Я рада поделиться, если это будет интересно. Ведь в каждом муниципальном образовании есть свой краеведческий музей. Вот как-то задавшись этим вопросом, мы проанализировали и поняли, что в некоторых музеях вообще цена билета ноль, в некоторых музеях это пять рублей, в некоторых музеях не обновляли свои экспозиции вообще лет сорок. И вот раздумывая над этим, мы еще к тому же убедились, проведя социологический такой опрос, ну, сами выходя на улицы, например, с камерами, просто спрашивали у людей, например, знают ли они, что такое Юпифань? Ну, это город, находящийся в их же области, в Кемовском районе. Вы знаете, сколько туриков ответил «да», ну, примерно из 10 один. Что можно сказать о детях? Дети не знают не только, ну, Москва, наверное, Питер слышали, дети не знают не только Россию, они, конечно, знают Турцию, знают Египет, но из 26 муниципальных образований наши дети не знают прежде всего своей малой родины. И мы задумали такую программу. Есть сайт «Тулы Гид 71», на котором каждый из муниципальных музеев разрабатывает свою креативную программу, свою интересную экскурсию. Экскурсию не только по музею, но и по городу. Они ее делают интересной, поскольку она должна быть презентабельной для того, чтобы быть представлена на этом сайте. Значит, идет некая конкуренция. Дети из школ в обязательном порядке в субботу и воскресенье выезжают на школьных автобусах в то или иное муниципальное образование. То, которое они выбрали. Потом они делятся на форуме и обсуждают. Поэтому для музейщиков это очень ответственно. Но здесь есть еще и коммерческий механизм. Через нашу государственную программу развития культуры и туризма Турской области мы на основе договоров билеты оплачиваем за счет средств регионального бюджета. Поэтому у муниципалитетов есть очень хороший механизм, привлекая, разрабатывая какие-то интересные маршруты, интересные квесты, выставая из запасников интересные экспонаты, разворачивая какие-то интересные выставки. Вот зажигая в полном смысле слова, привлекая детей, молодежь, современность, современного зрителя, у них есть возможность просто заработать. То есть направить деньги на собственное развитие. Сейчас многих пугает слово оптимизация, объединение. Я считаю, если подходить к этому здраво, разумно, то вот наш, например, опыт показывает, что оптимизация, как укропнение, ну а порой даже ликвидация нерентабельных каких-то сельских библиотек, если там уже осталось 20 человек, лучше приехать в библиомобилю, обслужить людей, чем содержать целое здание. Здесь самая главная альтернатива, чтобы была, чтобы не лишать, допустим, тоже силу полностью культуры. Наш опыт. У нас есть региональное музейное объединение. В нем включены 14 музеев. Кремль, огромная картинная галерея, краеведческий музей, военно-исторический музей. Но есть и малюсенькие музеи имени мемориальные Викентия Вересаева, музей Белобородова, музей Тульской гармошки. Но они, наверное, и не выжили бы, если бы они не были в едином объединении. Но вместе с тем фонд у нас единый, мы имеем возможность вот той ротации каких-то выставок, экспонатов, это какие-то мозговые штурмы, это взаимодействие, взаимовыручка. И вот таким большим единым объединением мы не просто выжили. У нас наше музейное объединение, но оно, в принципе, вполне конкурентно способно одному из, у нас их четыре федеральных музеев, существующих на территории Тульской области. Но более того, вот мы сейчас, например, смотрим на наши некоторые муниципальные музеи, которые связаны с именем Жуковского или связаны с именем Тургенева. И мы понимаем, мы задумываемся, Льбунина, что, наверное, имя таково, что вот в год литературы, наверное, этот музей может и должен стать, наверное, региональным. Если бы мы думали сейчас о формировании штата, директор, замдиректор или кто-то, мы вряд ли решили эту проблему. Но сейчас у нас есть опыт, у нас есть большая деятельность. Дирекция музейная, которая занимается всеми хозяйственными вопросами. И творческими вопросами у нас занимается филиал, руководитель филиала, сотрудники, научные сотрудники, экскурсоводы, хранители. Все те, кому нужно заниматься, творить, креативить. В каждом своем месте. Да. Татьяна Вячеславовна, спасибо вам огромное за интересную беседу. Я уверена, что многим регионам нашей большой страны ваши опыты пригодятся и уже сейчас берут на заметку то, что вы рассказали, какие-то проекты. Главное слышать людей, понимать, анализировать, думать. Спасибо вам огромное. И удачи еще раз праздником. Спасибо. В студии большой страны мы беседовали с Татьяной Рыбкиной, министром культуры и туризма Тульской области. Субтитры создавал DimaTorzok